Привет, друзья! Вы на канале QG.ru, Андрей и HTC U12 Live. Вообще, HTC, честно говоря, немножко жалко эту компанию, потому что именно они стояли на заре того, что называется сейчас Android, а именно они придумали множество фишек, которые мы сейчас видим в различных оболочках от Android, и перенесли это они еще со своей оболочки Sense, которая выходила еще для Windows Mobile 6.1, был у меня такой смартфон, HTC Diamond, Touch и так далее, но когда вышел Android, то есть он был сырой, глючный, HTC Sense был интересным, он позволял пользоваться Android спокойно. В 2018-2019 году, честно говоря, у HTC идут дела так себе. Есть, конечно, партнерство с Google, есть неофициальная информация, что о многих пикселях принимает участие HTC. Вроде как HTC тоже выпускает годные девайсы, U11, U11+, U11, U12, очень интересные смартфоны, но это все-таки флагманы. А вот в бюджетках и в среднем сегменте, честно говоря, у HTC никогда особо ничего не получалось. И вот HTC U12 Live, это, пожалуй, пример того, что у HTC все так же, с середняками получается, мягко говоря, не очень. Почему, сейчас все расскажем, если интересно, сколько смартфон стоит и в каких цветах есть, у него несколько цветов. Можете перейти по ссылкам под видео в магазине QuickTouch.ru, все это с гарантией на 3 года, можете приобрести, если вдруг захотите. Но сначала посмотрите наш обзор. Ну и начнем с внешнего вида, и здесь сразу появляется HTC во всей красе. Во-первых, относится все это вроде как к флагманской линейке, и с задней крышкой все-таки постарались. Напоминает... Есть определенные иллюзии данной задней крышки на пиксель. Выглядит действительно необычно. Она как будто такая двухсекционная, сверху глянец, снизу такая интересная текстура. Причем она вот даже на ощупь приятная вот утрога, она такая немножко как будто ребристая и так далее. Но, ребят, все-таки это пластик. Да, это акрил. Акриловое стекло называют маркетологи, но все-таки это пластик. И царапаться он все-таки будет, особенно вот в этой вот части. Более того, в комплекте не идет никакого чехла, и поцарапать это, напоминаю, легко. Да, то есть два-три дня, и у вас появятся какие-то мелкие царапинки, и будет это все не так красиво. На лицевой стороне все хорошо. Вытянутый дисплей, 6 дюймов, горело глаз, закаленное стекло. Но подбородок прям очень большой. Все, спокойно бы влезли кнопки, которые можно было, наверное, не использовать, используют жесты. Здесь кнопки на экраны. Зато ставили разъем под наушники, за что отдельное спасибо. И разъем microUSB, наконец, убрали, поставили нормальный USB Type-C. Слот, к сожалению, не комбинированный. Приходится убирать или две сим-карты, или одна симка и карта памяти. Несмотря даже на то, что есть версия на 64 ГБ встроенной памяти. Как итог по внешнему виду, интересно, конечно, но пластик за эту цену. Вот вам пример. Xiaomi Mi 8 Lite. В принципе, туда же отойдут всякие Honor и Samsung и так далее. Сзади стекло приятное, холодящая рука, красивенькая, которая не поцарапается. Которая поцарапаться может, да. То есть не поцарапается у вас через 3 минуты об воздухе или просто кладя в карман. Пластик так и делает. Все-таки стекло это красивее и лучше выглядит и дороже. Как бы надели чехольчик и забыли про него. В основном многие так и делают. И со стеклом, и с пластиком, и с металлом. Экран. 6 дюймов, вытянутый дисплей, Full HD+. Экранчик, в принципе, неплохой. Вот здесь вопросов к смартфону нету. Есть возможность регулировки цветовой температуры. Сделать его поконтрастнее, как бы хочется. Здесь вот эта оболочка HTC Sense последних поколений. Как будто бы не хватает цветов картинкам. Это решается, конечно, установка отдельных тем или лончеров. По экрану, зато у смартфона точно плохого ничего сказать нельзя. 6 дюймов, горилла на лицевой стороне, Full HD+, разрешение. Экран хороший. Есть возможность регулировки цветовой температуры. А вот настройки, как скрыть эти кнопки, я, к сожалению, не нашел. Возможно, это будет в следующих прошивках, но вот сейчас в Android 8-й версии это скрыть нельзя. Некоторые вопросы появляются и когда смотришь на производительность этого смартфона. Сами посудите, смартфон-то не прям дешевый, а процессор Snapdragon 636 и 4 габайт противной памяти. Все-таки в этом целом сегменте мы привыкли видеть как минимум 660-й Snap, а то и даже помощнее, какой-нибудь 800-й. Но в данном случае стоит 636-й и надо сказать, что это процессор, конечно, который мы привыкли видеть в смартфонах где-нибудь тысяч за 10-15. Честно говоря, производительность, конечно, удовлетворительная, но за эту цену он поставит, наверное, даже двойку. Смотри-ка, на 3600 мА есть быстрая зарядка через USB Type-C и смартфон все-таки живет уверенно и где-то день-полтора. Даже под нагрузкой. Быстрее раздеть его будет сложно, все-таки сказывается достаточно энергоэффективный процессор и не очень большой дисплей. В общем, такой середнячок получается по автономности и за день посадить не получится, но и на 2 дня тоже уже где-то не хватит. В принципе, если учитывать, что многие покупают HTC совершенно для игрушек, а в основном для бизнес-задач, может быть, кому-то хватит и на 2 дня. В видео смартфон при этом крутит чуть больше 9 часов, что показатель на самом деле очень даже достойный. Хотя бы в автономности к этому смартфону придраться не получится, но едем дальше, приезжаем к камерам и здесь есть к чему. Селфи-камера 13 мегапикселей, есть даже вспышка, здесь ладно, не будут придираться, к селфи-камеру вообще придираться мужику, наверное, грех. Селфи-камера есть, она снимает более-менее нормально, есть какие-то различные улучшайзеры, проехали. Основная камера двойная, 16 мегапикселей, плюс 5 мегапикселей. И мы привыкли к тому, что даже середняки сейчас снимают здорово, имеют диафрагму там 1.8, 1.7 даже некоторые. Здесь же диафрагма 2.0 и матрица достаточно старенькая. Как следствие, смартфон нормально снимает днем, более-менее детализация, но как только освещение становится хуже, какие-нибудь сумерки в помещении снимать или тем более ночью, смартфон очень сильно падает по качеству съемки. Видео тоже смартфон пишет вроде как 4К, но качество видео тоже вызывает много вопросов. Поэтому по камере смартфон определенно не отрабатывает ту цену, которую стоит, и опять же здесь возникает вопрос. Еще один в тот ком накапливается, который есть к этому HTC. Серьезно, HTC зачем? Зачем уставить такую камеру в смартфон за эту цену? HTC U11 Ice, который вот примерно столько же стоил, снимал, прям намного круче. И если он сейчас продается, и вам важна камера, бегите за HTC U11 Ice. Ссылка на него тоже будет в описании. По звуку все стандартно, стерео здесь нету, есть разъем под наушники, есть возможность звук немножко подстроить под себя с помощью эквалайзера. Вот здесь опять же как и автономность, никаких плюсов и минусов особых нету. Ну разве что разъем под наушники оставили, сейчас это, извините меня, даже в 2019 году, наверное, будет отдельный плюс за это ставить. Зато все нормально с коммуникациями. Смартфон поддерживает две сим-карты, напоминаю, придется убирать или две сим-карты, или карты памяти. Есть Wi-Fi 5 Гц, есть Bluetooth, есть и NFC у этого смартфона, то есть оплачивать этим смартфоном что-то тоже можно. Здесь, пожалуй, один из немногих пунктов, где HTC совершенно спокойно отрабатывает все свои деньги. Работает это все на HTC Sense оболочке. Современный Sense получает такая помесь чистого Android и некоторые вкрапления от компании HTC. Различные встроенные приложения, тут есть HTC VIP, автоматические переадресации, еще что-то. В настройки, когда заходишь, вроде как видишь чистый Android, и смартфон работает так же быстро, как и, в принципе, на чистом Android. Свободной оперативной памяти тоже много, но некоторые добавления есть. HTC Blink Fit, это навесная лента, которая, в принципе, HTC первая, одни из первых и запустили. Здесь различные новости появляются, информация о погоде, о пробках и так далее. Есть возможность подстроить стоить температуру, изменить звучание. И, вроде как, несмотря на то, что здесь стоит интерфейс стандартный от Android 8 для управления батарейкой, все равно здесь какие-то вкрапления есть и HTC, которые позволяют смартфону прожить чуть дольше, чем если бы он работал на чистом Android. В общем, с прошивку смартфону вопросов нету, хотя любители, наверное, каких-то красочных оболочек с кучей подстроек и так далее будут на недовольны. Новости сюда постоянно приходят, то есть даже на заблокированную экране, но со временем на самом деле это раздражает. Я помню, я здесь искал, как это отключить. Это отключается, кому-то, может быть, понравится. Кстати, здесь отдельный прикол есть, я вспомнил, спасибо, напомнил. Отдельный прикол есть, не очень, честно говоря, приятный. Ну, то есть, по умолчанию включаешь смартфон, настраиваешь, аккаунт биваешь, он определяет, где вы находитесь. Сразу вам присылают новости, там, погода, еще что-то. Но новости чернушные в основном. Со временем он подстроится под вас. Честно говоря, не очень понятно, как они производят выборку, мне кажется, вот с RSS, которые здесь по умолчанию эти новости поставляют. То есть, если лучше как-то поработать и ставить туда источники, не знаю, но Яндекс.Новости хотя бы поставьте, они такую чернуху откровенную в основном не постят. Ну, давайте подводить, наверное, итоги по данному смартфону. Давайте попробуем начать, наверное, с плюсов все-таки здесь. Ну, симпатичная задняя крышка необычная, вот эта вот текстурка, но пластиковая. Ну, экранчик, в принципе, нормальный. NFC есть. Ну, автономность такая нормальная, опять же, да, то есть, в принципе, многие смартфоны живут меньше, хотя кто-то и больше. Но на этом все. Вот реально на этом все. Камера определенно не дотягивает до той цены, которая стоит. Производительность определенно не дотягивает до той цены, которая стоит. Задняя крышка пластиковая, и она, ну, прям глянцевая, тоже не дотягивает. Опять же, до тех стандартов, которые можно здесь было бы ожидать. И, ну, как бы HTC. Понятно, у этой компании все еще есть фанаты, все еще есть тех, тех следят. Мне даже недавно человек писал, что купить HTC U12+, или Sony XZ3, или Samsung какой. И, кстати, вот в лагманах HTC реально прям тащит, прям тянет, они того стоят. В случае с середняками и HTC U12 Live, это наглядное тому подтверждение, этот смартфон, в принципе, нормальный, но он должен стоить дешевле. Единственное, что, конечно, стоит сказать, возможно, когда вы смотрите обзор, он стоит их еще меньше, поэтому не пыльнитесь по ссылке под видео, посмотрите цену. Но надо понимать, все-таки на старте продаж это было мега-операционенное устройство. А дальше конкуренты, много конкурентов, которых тоже можете посмотреть в нашем магазине. У нас, более того, выходят различные подборки, там, до 15, до 20, 25 тысяч. Честно говоря, HTC U12 Live неплохой смартфон. Плохих смартфонов вообще очень мало. HTC уж точно не допускает выпуска прям отвратительных смартфонов. Это такого нету. Он нормальный, нормально выглядит, нормально работает, нормальный экран, нормальная камера. Но за эту цену хочется больше. И это главный минус этого смартфона. Он не дает ничего, что мы могли бы ожидать интересного. Этот смартфон не интересен особо ничем. Может быть, можете купить, но я бы определенно рекомендовал посмотреть на его конкурентов. От других брендов. От Samsung, от Nokia. От Nokia очень годные смартфоны. Может быть, даже более старые смартфоны HTC. Они интереснее. Просто интереснее. Если с этим не согласны, если остались вопросы по данному смартфону, пишите в комментариях. Я прочитаю и отвечу. Если есть что дополнить, а покупать этих смартфонов не так много, я пытался найти таких людей в интернете, действительно их очень мало, прям какие-то единицы, то можете, ну, если вдруг каким являетесь, напишите, пожалуйста, свои впечатления в комментариях под этим видео. На этом, пожалуй, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк или дизлайк, если что-то не понравилось. У нас скоро будет много интересных других обзоров. С вами был Андрей, Q.RU. Пока. И кто-то, конечно, скажет, ну, Андрей, я не играю, мне, в принципе, все равно как процессор стоит. Но, ребята, давайте вам HTC в следующем поколении U13 Live возьмет и поставит Mediatek 6735 и будет продавать за 25 тысяч. Что вы же скажете? Тоже мне не важно производительность процессора. Субтитры сделал DimaTorzok